Здравствуйте! Ну что ж, я попробую кратко рассказать о том, о чем, собственно, в моей книжке написано, и, ну, может быть, вот то, что я хочу сделать, правильнее всего было бы определить такими словами. Я хотел бы вот представить проблематику той науки, которой я занимаюсь, лингвистике, рассказать, почему это одна из самых лучших, самых интересных наук, и чем она, собственно, важна для современного человечества, если можно так выразиться. Вот книжка называется, так, завлекательно, почему языки такие разные, вот немножко более строгих терминах название, по сути дела, о том же. Значит, языков на земном шаре пока еще много, слово пока здесь не случайно, я об этом скажу. Языки эти очень разные, и вот задача наша их изучить. Вот как это делается, зачем это надо, что можно узнать, таким образом я попробую кратко сказать. В книжке об этом, в принципе, тоже написано. Вроде, я надеюсь, что написано понятно. Ну вот, поскольку лингвистика связана со словами, как у нас часто принято, мы начнем с уточнения некоторых слов. Это полезное уточнение, потому что вот мы сталкивались с тем, что вообще говоря о том, что такое лингвистика, как ни странно, люди знают очень мало. Многие думают, что они знают, многие слышали это слово, ну и, наверное, всякий человек скажет, что, ну, что делают лингвисты. Они изучают язык, правильно? Вот здесь уже кроется некоторая ловушка, очень важная для понимания того, что такое лингвистика. Я с этого и начну. Собственно, что значит изучать язык? Для большинства из нас первое, что мы вспоминаем, это, ну, вот то, что можно назвать практическим изучением языка. Например, мы изучаем иностранный язык, чтобы на нем научиться как-то говорить. Мы можем изучать и свой родной язык. В школе изучаем русский язык для того, чтобы научиться делать то, чего мы без обучения делать не можем. Например, писать без ошибок, грамотно, владея тем, что называют письменной речью, этому, в принципе, тоже надо обучаться. Вот такое обучение языку, практическое обучение, вообще говоря, не имеет почти ничего общего с тем, чем занимается лингвистика. Отдаленно имеет отношение, но лингвистика изучает язык действительно, но совершенно по-другому. Можно сказать, теоретически. То есть, лингвисты изучают язык, как всякие ученые изучают любой другой объект для понимания того, как он устроен, так сказать. Нам интересно устройство мира. Язык – часть мира, и мы хотим понять, что это такое, как языки возникают, как они функционируют, вот что это за явление. Так же, как биологи изучают живые организмы, астрономы изучают небесные светила и так далее. Вот лингвисты в этом смысле изучают язык. Но обратите внимание, что вот такое теоретическое и практическое знание, сосуществование, оно не во всякой науке имеется. Это принципиально разные задачи, но вот лингвистика не является практическим изучением языка. Знание лингвистическое, или как мы обычно говорим, вот опять же чуть в таких более строгих терминах, значит, мы должны описать наши задачи механизма понимания и порождения речи на естественном языке. Вот это так звучит немножко более брутально, но я думаю, что вполне понятно, что имеется в виду. Понять, как мы говорим и как мы понимаем то, что нам говорят. Вот именно, но такая наука, вот она мало кому известна, значит, ее не изучают в школе. Зато слово лингвистический сейчас получило очень большое распространение. Такое, я бы сказал, слишком большое, ну, по крайней мере, с точки зрения людей нашей профессии. Дело в том, что все-таки в русском языке лингвистический, это относящиеся к лингвистике, а не к языку. То, что относится к языку, называется языковой по-русски. Но в последнее время, может быть, под влиянием английского слова linguistic, который имеет оба значения, и то, и другое, ну, здесь английский выступает в данном случае как более бедный язык, чем в русском, вот в русском такое злоупотребление возникает. Все чаще и чаще лингвистическим называется то, что имеет отношение не к науке, а к языку как таковому. Вот, например, бывают такие учебные языки, называются лингвистическими лицеями. Вот, например, на сайте одного из них прямо так, наверное, что такое лингвистический лицей? Может быть, он готовит лингвистов? Ничего-то не бывало. Вот написано, является учебным заведением профильного типа, обеспечивающим углубленное изучение двух иностранных языков. Понятно, что происходит в этом заведении, и понятно, что в старые добрые времена он назывался бы языковой лицей. Но, видимо, называться лингвистическим, вот, кажется, престижнее. Ну, собственно, что лицей, у нас есть целый лингвистический университет теперь, который раньше назывался институтом иностранных языков, и правильно назывался. Вот, он, так сказать, продолжает делать то, что делает, но называет себя уже вот гордо лингвистическим университетом. Хотя не лингвистикой, там в основном занимаются люди, а опять-таки изучением иностранных языков. Вот, вот, ну, значит, почему, собственно, вот такая странная двойственность, вот, которая другим наукам, вообще говоря, не свойственна? Ну, вот, такой проблем с химией не возникает. Вот, теоретическая химия и практическое знание химии, ну, все понимают, что это области далекие, и как-то смешивать их не берутся. Дело в том, что знание языка, то есть наше умение говорить на родном языке и понимать то, что нам говорят, пользоваться языком, это уникальный тип знания, который возникает, ну, вот, как говорят, естественным путем. То есть младенец усваивает его от взрослых, от родителей, от других взрослых, которые с ним говорят. Значит, в определенном возрасте, примерно 2-4 года, вот, это очень такой таинственный процесс, наука, мало что о нем знает, хотя очень много этим сейчас занимается. Вот, включаются какие-то загадочные механизмы, и маленький беспомощный младенец, значит, усваивает иностранный, вот, ну, язык, который для него так же труден, как для нас иностранный. Вот, представьте себе, мощь этого механизма у взрослого человека, он отсутствует. Он, так сказать, ну, языковые способности есть у взрослых людей, но они приглушены, и снизу, там, профессор, доктор, специалист по китайскому языку, там, преподавая его в университете, своим студентам достигает гораздо меньших успехов, чем, вот, двухлетний младенец, если он, вот, живет среди китайцев, вот, он сам по себе, без грамматик, без словарей, без практических занятий, без контрольных работ. Вот, 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 он через несколько лет заговорит по-китайски, ну, или на любом другом языке, если, вот, к нему будут обращаться. Вот, такой, можете ли вы представить себе, чтобы, например, знание химии таким образом приобреталось, там, что себе младенец ползает в лаборатории среди пробирок, там, слушает лекции, и сам начинает, вот, что-то такое изобретать. Вот, вроде бы, неизвестно о таких случаях человечеству. Вот, ну, и никакое другое знание, значит, знанием люди обучаются. Это сложное занятие, вот, разным знанием по-разному, а языку могут, не обучаясь, его усвоить. Значит, насколько это сложное знание, может подумать, ну, что это очень простая вещь, даже младенец ее может усвоить, но вы из своего собственного опыта взрослого прекрасно знаете, что ничего подобного, что выучить иностранный язык страшно трудно, вот, ну, некоторые полегче, некоторые труднее, но вот все равно человек, который говорит на иностранном языке так же свободно, как на родном, это большая редкость, это его всем показывают, он хвастается своими способностями, таких людей мало, так что это трудная задача, и знаний этих очень много, они очень разные, и до сих пор мы не очень хорошо даже представляем, какие вот в полном объеме, а младенец может это все преодолеть, вот, так что положение лингвистики в этом смысле уникально. Значит, с одной стороны, лингвистические знания, знания языка, простите, значит, приобретаются естественным путем, а с другой стороны, это знание бессознательно, то есть мы все с детства владеем языком, но мы не можем объяснить, как мы это делаем. Понимаете, вот, и вот люди не осознают этого, значит, нам, лингвистам, если мы хотим это знание извлечь, нужно каким-то образом вот заглянуть в сознание человека, сознание этому сопротивляется, человек нам ничем не может помочь, вот, носитель китайского языка может только, ну, говорить с нами по-китайски, больше он ничего для нас сделать не может, он не может ответить на вопрос, какие у него грамматические категории, какие синтаксические конструкции, это все мы должны придумать вместо него, написать много толстых книг, которые, возможно, вот у любого китайца в голове содержатся, но вот мы этого не знаем, поэтому вот таких наук, в принципе, почти нету, вот, объект которых устроен таким образом. Дело в том, что язык, наш объект, он не просто, вот, может быть усвоен естественным путем, вот, это знание, но и как объект это достаточно такая странная вещь, ведь язык нематериален, что такое язык, вот, собственно, я уже много раз это слово произнес, а что это такое? Вот, русский язык, китайский, испанский, это, так, ну, если чуть-чуть упростить, это знание того, как, значит, облекать мысли в слова, или как из слов извлекать те мысли, которые вот ваш собеседник в них вложил. Некоторое знание, такая инструкция, очень большая, сложная инструкция, то есть это нематериальная вещь, это содержание нашего сознания, это что-то, что хранится у нас в голове. То, что мы можем ощутить, мы называем словом тексты, вот, тексты, это такое вот то, что мы производим, но тексты, которые мы можем наблюдать, даже записывать, фиксировать, это не язык, это, так сказать, результат работы языка. Вот, язык это инструкция, а текст это, так сказать, вот прибор, который собран по этой инструкции. Вот, поэтому положение лингвиста, значит, задача лингвиста, вот, написать эту инструкцию в явном виде. Вот, представьте себе, например, что вам выдадут какой-то очень сложный прибор, компьютер какой-нибудь, сверхсуперсовременный компьютер, скажут, вот прибор, делай с ним что хочешь, собирай, разбирай, там, можешь бросить его с большой высоты, там, можешь кислотой, но твое дело написать инструкцию по сборке такого же. Вот, если у тебя хорошая будет инструкция, то можно будет собрать другой такой же компьютер. Вот, и все. Вот, вот примерно такова же задача лингвиста. Вот, перед ним что-то собранное по инструкции, он должен понять, какова инструкция, которая позволяет вот эти тексты получать. Очень трудная задача. Собственно, вот, язык скрыт от наблюдения, мы, опираясь на тексты, его, вот, извлекаем, ну, то, что называют грамматикой. Иногда вот эти правила, правила сборки, так в широком смысле называют грамматикой. Вот, мы ее должны достать из головы людей, где она спрятана. Вот, ну, трудно ли это делать? Вот, простое наблюдение. Есть очень много, ну, для каких-то языков есть очень много описаний того, как они устроены. Много словарей, много грамматик. Ну, представьте себе, вот, все, что написано про испанский язык. Вот, сколько, там, диссертаций защищено, научных работ, статей, книг. Представьте себе, что вы все это выучите наизусть и запомните. Вы будете говорить хуже пятилетнего испанского ребенка. Вот, даже если, вот, все это огромный массив, вот, знаний. Вот, так что пока мы, нам трудно конкурировать вот с этим естественным механизмом, мы еще далеко не все про него знаем. Хотя, конечно, последние годы, десятилетия лингвистика, теоретическая лингвистика довольно сильно продвинулась вперед, довольно много узнала о языке. И, главное, вот, люди постепенно начинают понимать, что это вообще очень важная задача. Что знать, что такое язык, нам очень важно, потому что это один из ключей к тому, чтобы понять, как вообще устроен человек, его сознание, его культура, история и многое другое. Вот, я об этом скажу еще чуть позже. А теперь, вот, давайте, некоторые другие еще вещи, край, очень полезные, важные. Вот, первое, что мы узнали про язык, это то, что он нематериален, ненаблюдаем, он спрятан у нас в голове, устраивается бессознательно. Что уже делает его ни на что не похожим. Значит, но есть еще некоторые свойства языков, человеческих языков, вот, которые, так сказать, еще усложняют нашу задачу. Вот, первое такое вот важное и очень неприятное свойство в том, что язык постоянно изменяется с течением времени. Ну, строго говоря, он изменяется со сменой поколений. Вот, язык наших детей всегда не такой, как наш. Язык наших родителей тоже был не такой, как наш. Эта разница не очень заметна. Принц, поскольку, ну, поколения разные, друг с другом общаются, они не на разных языках все-таки говорят. Но разница есть, она накапливается. Значит, проходят десятилетия, столетия, и язык уже не тот, который был раньше. Абсолютно любой язык. Вот, этот закон, которого избежать нельзя. Вот, ни один язык не может сохраняться таким, как был. Скорость может быть чуть-чуть разной. Может пройти пять столетий, язык изменяется до неузнаваемости. Может, три. Это зависит от разных обстоятельств. Но это обязательно произойдет. Мы не можем читать тексты на древнерусском языке, написанные. Они нам с трудом понятны. Современные итальянцы с трудом читают тексты на латинском языке. Между тем, вот, это в каком-то смысле один и тот же язык. Вот, латынь превратилась в итальянском язык на территории Италии, на территории других стран превратилась в другие языки. А вот, древнерусский превратился в современный русский на территории, вот, современной России, восточнославянской территории. Вот, и так далее. Со всеми языками это происходит. Вот, так что это такое вот важнейшее свойство языка. Более того, именно это свойство дает нам то, что называется группами родственных языков. Ну, о которых наверняка все слышали. Все знают, что там русский язык входит в семью славянских, они родственные, они, так сказать, похожие. Там романские языки, потомки латинского языка. Родство языков возникает именно в силу вот этого свойства. Потому что, ну, представьте себе, значит, вот непрерывно изменяющийся язык. Вот, народ, который на нем говорит, он расходится в разные стороны. Разные части народа теряют контакт друг с другом. Язык продолжает изменяться, ну, так сказать, в разном направлении. Значит, получаются потомки одного языка, изменившиеся по-разному. Вот, эти вот разные варианты того, что некогда было языком одного народа, называются родственными языками. Вот, романские языки, потомки латинского языка, на огромной территории, вот, оказавшиеся. Там, румынский, испанский, итальянский, французский и так далее. Значит, славянские языки, то же самое. Вот, такая дивергенция происходит при расхождении. Что существование родственных языков, такой тоже важный факт. Но еще более важный факт состоит в том, что языков вообще в мире современном много. Вот, не то, чтобы, вообще говоря, вдумайтесь, это не тривиальная вещь. Ведь все люди могли бы иметь в голове один и тот же механизм, правильно? Превращение мыслей в слова. Это не так. Таких механизмов много. Я бы даже сказал, очень много. Вот. И они известны как разные языки современного человечества. Некоторые из них родственны друг другу, но далеко не все. Значит, в мире есть сколько-то надежно установленных семей, сколько-то, про которые мы не очень хорошо понимаем, сколько-то, про которые мы точно знаем, что никаких родственников у них не находятся. Сейчас, когда-то, может быть, были, но исчезли. Вот. Считается, что в современном мире около 7 тысяч живых языков. Ну, живых в том смысле, что на них говорят люди, они передаются от родителей к детям. Вот такой язык называется живым, иначе он называется мертвым. Он может существовать в таком специальном виде, но вот нас интересуют живые языки. Вот. 7 тысяч – это большая цифра. Хотя людей на земном шаре гораздо больше, как вы помните. Но, вот, и это разнообразие для науки очень важно, поскольку оно задает нам, так сказать, ну, пространство возможностей. Вот. Нас, в первую очередь, интересует, каким может быть естественный язык. В принципе, может. Но величиной этой цифры не надо обманываться, потому что, вот, 7 тысяч – это много, ну, только с какой-то одной точки зрения, просто чисто количественной. На самом деле, все обстоит далеко не так блестяще. Вот, действительно, языков было много всегда. Вот сколько мы знаем историю человечества, языков всегда было много. Люди это осознавали, этот факт хорошо. Но. Но. В истории человечества языки могли исчезать. Это понятный процесс. Язык может исчезнуть, если люди перестанут на нем говорить. И могут появиться новые языки. Ну, вот, в силу родственной дивергенции, если люди разойдутся далеко. Но современный мир устроен так, что новые языки в нем уже довольно давно не появляются. Ну, вот, по крайней мере, с 16 века, приблизительно, вот, с эпохи географических открытий, когда мир стал становиться меньше и меньше, сейчас он совсем маленький. Вот, мы не, сейчас мы не можем уйти. Вот, если бы даже мы захотели так устроить, чтобы там возник, например, новый язык. Нет такого места, куда мы могли бы уйти, чтобы контакты с остальной частью, вот, прервались. Вот, хорошо это или плохо, но вот мир маленький, поделен на государства, границы, плюс интернет, радио, телевидение и так далее. Вот, деться никуда нельзя. Вот, во всяком случае, новых языков не появляется. А исчезать языки не только продолжают, они это делают в гораздо более высоком темпе, чем раньше. Вот. Вплоть до того, что на самом деле сейчас, вот, примерно такие цифры вот приводят. Значит, более 90% населения Земли, то есть, огромное, подавляющее большинство, говорит на одном из 25 всего лишь самых распространенных языков. То есть, вот, колоссальное неравенство. Вот, все это, как бы, огромное языковое разнообразие, которое поражает воображение, сосредоточено среди очень небольшой группы людей под сравнением со всевозможной численностью. Вот. В каком-то смысле, вот, языков всего 25-30. В каком-то смысле у нас. А если мы посмотрим на верхнюю часть этого списка, вот такое, топ-10, это языки, носителей которых больше 100 миллионов. Вот, удачным образом, их ровно 10 таких языков в современном мире насчитывается. Носителей, подчеркну, которые пользуются им как родными, только, не как вторым там или третьим языком. Вот список из этих 10 языков. Ну, китайский, понятно, что на первом месте, где больше миллиарда говорящих, это самый крупный язык современного мира по числу, так сказать, вот, природных носителей. Значит, дальше арабский, английский, хинди, испанский, бенгальский, португальский, русский, японский и немецкий. Вот. В таком списке. Вы видите, французский язык уже сюда не попал. Там меньше 100 миллионов говорящих. Вот, немецкий попал, например. Вот. Ну, вы видите, что здесь очень разные языки в этом списке. И, так сказать, в силу разных причин они сюда попали. И если мы дополнительно другую цифру возьмем, число не только тех, для кого он родной, но и тех, кто пользуется активно, как второй язык, то здесь, конечно, понятно, какой язык будет на первом месте. Конечно, английский. Он сразу обгонит. И даже обгонят китайский здесь. Вот. Чуть-чуть поменяются места в этом списке, но не так важно. Вот. Вот это вот верхняя десятка и еще некоторое количество. Небольшой список, небольшой, к сожалению. По сравнению с... Более того, как считается, вот ежегодно исчезает бесследно около 10 языков вот из этого списка. Так что вот их становится все меньше и меньше. Но исчезают просто потому, что вот умирают последние люди, которые его помнят, а их дети и внуки уже говорят на других языках. Они выбрали другие языки, потому что им удобнее на них говорить. Вот. И вот это, так сказать, вот крайняя часть списка, но где-то за ними это языки, на которых сейчас говорят 100, 200, 500, 1000 человек. Таких языков очень много. Их, значит, даже там 10 тысяч, это не такая большая цифра. Это, в общем, значит, что, скорее всего, даже такому языку суждено в ближайшее время исчезнуть. Вот. Хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, языки исчезают, так сказать, добровольно. То есть не языки добровольно, а люди переходят... Люди, считаешь, так им удобнее, что их жизнь будет проще, комфортнее, обеспеченнее, благополучнее, защищеннее, как хотите. Вот, значит. И, казалось бы, вот отказ от одного языка переход на другой сулит какие-то выгоды. Вот, так сказать, локальные выгоды, сиюминутные, может быть, для данной группы людей. Для человечества в целом, пожалуй, все-таки результат отрицательный. Ну, вот, лингвисты это поняли давно, пытаются, так сказать, бить тревогу, но в обществе вот так довольно слабо есть понимание того, что вот вообще это плохо и надо что-то делать. Правда, вот биологи как-то сумели убедить человечество в том, что сокращение разнообразия биологических видов это очень плохо. Вот там, когда там исчезает какая-нибудь редкая землеройка где-нибудь, то, значит, все понимают, что это вот ужасно, землеройку надо спасать. Там актеры жертвуют большие суммы, дают бесплатные концерты в пользу землеройок. И это очень хорошо. Нет, в принципе, землеройка тоже нужна человечеству, но во много раз больше человечеству нужен, скажем, энецкий язык у нас на крайнем севере, или языки аборигенов Австралии, вот, которые на грани исчезновения, или большинство языков индейцев Северной Америки. Вот, это все на самом деле часть общечеловеческой культуры. Вот, дело в том, что язык, всякий язык, это способ выразить свои мысли, способ описать мир, который нас окружает. И каждый такой способ уникален. То есть, каждый язык, это определенная, очень сложный вот, вид мышления, если угодно. И если мы его утрачиваем, мы утрачиваем, так сказать, одну из возможностей человечества, вот, взглянуть на мир. Вот, некоторым определенным образом. Потому что в каждом языке есть очень сложный механизм этой вот культурной памяти, восприятия мира. То есть, мы становимся беднее на одну свою возможность с утратой языка. Для всех гуманитарных наук это очень большая потеря. Вот, гораздо большее, чем вот, все-таки, живая природа, там, животные, растения. Это, как бы, ну, в каком-то смысле, более простая вещь, чем вот содержание человеческого сознания. Поэтому, здесь, конечно, эта утрата невосполнима, поскольку язык, если он исчезнет, мы уже никогда не будем знать, как он устроен. Даже вот то, что мы сейчас делаем, мы пытаемся, так сказать, сохранять, фиксировать, записывать эти языки, но все равно это дает неполную грань. Представьте себе, что язык умер, от него осталась там одна грамматика и несколько текстов. Это вполне реальная ситуация. Это хорошо, это лучше, чем ничего, но это далеко не все, это не ответит, не поможет ответить на те вопросы, которые люди будущего могут захотеть задать. Например, там, проенецкий язык, который вот мы сейчас стараемся сохранить. А на нем сейчас говорит, ну, около десятка очень пожилых людей вот на Таймыре и больше. Вот, в ближайшее десятилетие, наверное, не будет говорить никто. Вот, часть лингвисты, которая этим занимается, называется лингвистическая типология. Вот, это как раз изучение разнообразия языков, книжка в каком-то смысле именно. Об этом вот типологи это лингвисты, которые, так сказать, вот основная профессия, которых как раз это изучать, насколько языки могут отличаться друг от друга и в чем они, в чем может быть сходство. Ну, в языках человечества есть не только различия, различия часто колоссальные, но сходство есть тоже. Естественно, наши языки во многом похожи. Значит, ну, похожи родственные языки, мы это знаем, поскольку просто, ну, они унаследовали какие-то общие черты. Вот. Похожие языки, которые просто находятся рядом друг с другом. Это называется реальное сходство вот в лингвистике. Если долго сучно, как люди, если вот люди могут быть похожи, потому что у них они братья и сестры родные или двоюродные, могут вести себя похожи, потому что долго жили вместе в одной комнате, приобрели схожие привычки. Вот так же и у языков бывает. Ну, и, наконец, языки могут быть похожи, независимы, просто потому что это языки человеческого. У них есть там гласные, согласные, подлежащие, сказуемые, имена и глаголы, разные и другие сходства, так же, как у всех людей есть две руки, две ноги, два глаза, волосы и так далее. Вот. Это вот генетические, а реальные и типологические сходства. Это, ну, давайте какой-нибудь пример. Вот в славянских языках, например, мы знаем, что существительные склоняются, у них есть падежи. Число этих падежей более-менее одинаково. Именительные, родители, винительные, дательные, творительные. Почему, например, есть творительные падежи? Очень разно он был в общеславянском языке, в предке всех славянских языков. Вот это такое очень простое объяснение. Это вот те самые голубые глаза, которые братья унаследовали от дедушки или бабушки. или, скажем, романские языки имеют определенный артикль мужского, женского рода, у него согласные вот такое сходство. Испанское «эль», итальянское «иль», французское «ле», румынское «уль» и так далее. Вот они похожи, потому что они все восходят к латинскому слову «илля» это местоимение третьего лица. Вот тоже, так сказать, простое унаследованное сходство. Языки могут вынести такие сходства. Значит, контактные сходства тоже бывают хорошо известны. Вот очень давно рано было открыто такое высокая степень сходства балканских языков. Значит, Балканы такой мощный этнический котел, туда попали языки, далеко не все из которых родственные. Ну, дмирогреческий, болгарский, албанский, сербский, турецкий, многие цыганские диалекты. Все это, так сказать, языки из разных мест, пришедшие на Балканы, по-разному изначально устроены. В них много общего появилось за те несколько столетий, пока вот балканские народы, ну, самое известное, любой лингвист вам это скажет, вот в них нет неопределенной формы глагола, инфинитива. Вот вместо хочу уйти, вот эти языки используют вот примерно такую конструкцию, хочу, чтобы я ушел. Значит, в древнегреческом инфинитив был, мы это хорошо знаем, он исчез, когда греческий стал таким вот ярким, значит, в предке болгарского языка церковно-славянском инфинитив был, он, собственно, в большинстве славянского остался, в болгарском исчез, ну, и так далее. Вот, вот это такая общебалканская черта, ну, вот в турецком он, правда, остался, турецкий попозже, чуть-чуть, но есть другие черты, которые вот у этих языков общие. Вот, это привычки, приобретенные от совместного проживания в маленькой балканской квартире. Вот, значит, это называется часто языковым союзом, вот, такая группа языков, которые сблизились друг с другом, вот, их в мире довольно много насчитывается, просто балканский языковой союз первый вот открытый лингвистами. Вот еще такой забавный пример такого вот реального сходства. Значит, вот в польском и в литовском языке есть слово, которое значит сливки. И там, и там оно производно от слова сметана с уменьшительным суффиксом. Значит, по-польски, собственно, сливки будет шметанка, может, если кто знает польский, наверняка слышит это слово, вот, так сказать, маленькая сметана, такая шметанка. Значит, по-литовски то же самое звучит, как дети Неле. Слово совершенно не похоже, но это слово сметана, литовское слово, с уменьшительным суффиксом. То есть, идея, что сливки это такая вот несерьезная сметана, вот, эта идея, конечно, не могла независимо прийти в голову литовцам и полякам. Это результат длительных тесных контактов, вот, а реальных связей польско-литовских. Вот, ну, понятно, что вот это сходство не такого рода, как творительный падеж в русском и, скажем, в чешском языке. Так что вот могут, так сказать, притереться друг к другу. Значит, ну, независимые сходства тоже бывают. Вот, значит, я в конце лекции хотел бы вас поразить различиями между языками, и действительно, различия поражают лингвистов больше, и масштабы их вы вряд ли даже представляете, насколько разными языки могут быть, но сходства тоже бывают очень интересными и неожиданными. Вот, например, определенный артикль, который есть во многих языках Европы. Вот, например, он есть в германских и в романских языках. При этом, в некоторых из них он является суффиксом, который присоединяется, так сказать, ставится после основы слова. Вот, вот он есть в норвежском языке, такой суффиксальный артикль. Вот слово волк с определенным артиклем, вот звучит как элвен, видите, суффикс. Вот по-английски родственный норвежскому язык, вот это то же самое, что на английском the wolf. Вот, лв и вулф это родственные слова, так сказать, они видно, что похожи. А вот артикль, видите, вот в норвежском он, так сказать, переехал в конец слова. То же самое мы находим в румынском языке. Вот волк, the wolf, так сказать, по-румэнски будет лупл. Вот, это основа луп романская и артикль. Вот возьмите французский язык, вот та же основа, лу, вот то же слово, и вот артикль. Большинство романских языков ведут себя именно так, но вот в румынском переехал артикль тоже назад. Понятно, что норвежский и румынский друг с другом не контактировали, в отличие от польского с литовским, которые много веков были в рамках одного государства. Значит, это типологическое сходство, вот это независимое развитие и там, и там. Вот такое в языках тоже бывает. Ну вот порядок слов, например, тоже такая черта, на которую лингвисты много внимания обращают. Вот есть понятие нейтрального порядка слов. Вот в русском языке нейтральный порядок слов поисковательное предложение «Сторож пришел домой», подлежащее, сказуемое, другие. Значит, есть языки, где нейтральный порядок такой, что в нем сначала сказуемое. По-русски мы можем так сказать, открывает сторож двери, но это не нейтральный порядок, это может быть начало истории, мы чувствуем, что это вот не сторож открывает двери, все значит никаких стихо-спокойно. Открывает сторож двери, вот мы вкладываем некоторые специальные смыслы, мы это чувствуем. Но есть языки, где это, так сказать, вот единственный способ выразить эту мысль. К такому языку относится, например, классический арабский и современный ирландский язык, между которыми, как вы догадываетесь, тоже вряд ли можно предполагать какое-то длительное влияние, географически, совершенно, и там, и там, нейтральный порядок слов, это глагол в начале, сказуемое в начале. Вот это типологический сход. Значит, вот, видите, собственно, типология в основном на этих сходствах сосредоточена, но она интересуется и различиями. Вот теперь самое интересное, это как раз различие, что вообще в принципе язык может себе позволить. Не вообще все, так сказать, тут, так сказать, пределы фантазии несколько ограничены. Мы понимаем, что что-то вряд ли в языке встретится. Но тем не менее, то, что может встретиться, ну вот, то, что разрешено, это огромное, конечно, такое вот и необычайное, интересное поле. Ну так, чтобы вас немножко развлечь, может быть, давайте начнем с простых вещей, со звуков. Мы, когда говорим, все-таки язык так устроен, что у него субстанция, она звуковая. Вот мы издаем колебания воздуха, произносим гласные и согласные, они достигают наших ушей, вот мы расшифровываем послание. Ну так, природа вот устроена речевого общения людей. Вот, это, так сказать, факт физиологии человека, что вот ему удобно издавать звуки. Но вот эти звуки бесконечно разнообразны в языках мира. Речевой аппарат человека может много всего совершить, много всего издать. Значит, большая часть этих возможностей используется языками. Не все, но очень многие. Вот согласные, например. Бывают согласные щелкающие, так называемые, которые произносятся на вдохе. Мы можем, в принципе, такие звуки издать, изображая там цоканье подковки, но нам не придет в голову вставлять их в речевой поток. А, скажем, в языках вот Юга Африки это такая нормальная практика. Или наоборот, такие, так называемые, абруктивные согласные, наоборот, с таким вот резким щелчком. там, например, вот такие звуки. Значит, вот очень характерная артикуляция для языков Кавказа или для языков индейцев. Вот, тоже для нас экзотическая. Или гортанные согласные. Вот есть языки, где очень сильно нагружена гортань. В русском она почти не работает, в большинстве языков Европы. Скажем, в семитских языках, ну, в современном арабском, и опять-таки, в языках Кавказа, которые фонетически одни из самых богатых в мире. Вот, гортани используются очень активно. Такие вот такие вот звуки, очень напряженные артикуляции, такие клокочущие. Значит, они используются активно. Ну, придыхательные, это, наверное, даже многие знают, что в древнегреческом там П, Т, такие. В армянском современном есть, в индоарийских языках, вот в Индии. Вот, много. Это такая распространенная артикуляция. Или, скажем, вот тоже латеральный. Латеральный согласно на русское ле, например, это латеральный звук, он звонкий, и нам не придет в голову, что он может быть глухим. Между тем, может быть, глухой л, ш, такой вот звук. Опять-таки, на Кавказе, ну, где мы почти все находим, у индейцев, у кельтов современных, в алийских языке есть такой вот звук, глухой л. Более того, глухие могут быть даже носовые согласные. Это нам даже, не только представить, произнести это трудно, в Европе глухое М. Так вот, даже непонятно, можно ли, вот вы меня не слышите, даже я пытаюсь это делать. Что я вам скажем, для эскимосских языков это вполне нормальная артикуляция, для того же валийского языка тоже такое глухие бывают произношения. Ну, среди гласных тоже не менее интересно. Ну, носовые тоже, носовые даже не такая экзотика. Французский язык, португальский, польский, в Индии, в Африке, вот такие, он, он, вот такие гласные, это, в общем, красиво звучит. Но бывают глухие гласные. Тоже в школе учат, что гласные произносятся голосом, вот, заставляют детей, детям двойку поставят, если они скажут, что гласные глухие. Между тем, есть языки, где, ну, так сказать, на слух, как будто шепотом, вот, но этот шепот, он обязателен, в данном слове, он различает смыслы. Вот, скажем, в Восточной Африке такие бывают. Или так называемая фарингализация, такой редкий тип артикуляции, когда гласные произносятся с таким сдавливанием гортани, так, например, вот, если вас начнут душить немножко, вот, вы произносите хороший фарингализованный гласный. Вот, тоже для кавказских языков характерная артикуляция. Значит, то есть, видите, ну, чего-то мы, никто не произнесет никогда, поэтому таких звуков не бывает, но, как видите, наши физические возможности, они гораздо шире того, что каждый язык отбирает. Есть языки с очень богатым таким набором, вот, языки Кавказа, например, или Тихоокеанского побережья Северной Америки. Есть языки, например, с очень бедным набором, языки Полинезии, островов Тихого океана, там гораздо меньше звуков, чем в среднем. В среднем 30-50 примерно вот разных звуков в языке и вполне обходятся. Вот. Вот это такой, ну, простой, забавный пример, так, чтобы вас немножко развлечь, вот такого внешнего языкового разнообразия. Но, конечно, гораздо интереснее, так сказать, гораздо важнее, вот, для понимания того, о чем я говорил, вот, поскольку язык все-таки нам служит для выражения мыслей, для описания мира, это грамматика. И разнообразие внутри грамматики, вот, я, конечно, сейчас не смогу даже приблизительно коснуться этой огромной темы, но вот приведу два примера. Включение, чтобы просто вы, может быть, представляли, насколько языки могут друг от друга отличаться. Значит, вот, есть простое русское предложение. Значит, я получил три письма. Все в нем, казалось бы, понятно, подлежащее, сказуемое, дополнение, и вроде бы, что здесь может быть другим? Вот, если мы его переведем на английский, на французский, на польский, примерно то же самое. Различия, конечно, будут, но не поражающие воображения. И, казалось бы, можно ли представить себе язык, где это звучало бы принципиально иначе? Можно, можно. Вот, например, таким языком является язык самоа. Это один из полинезийских языков, я их вот только что упоминал, как языки с самыми бедными звуками. Это остров самоа в Тихом океане, известный нам, Стивенсон там жил и умер, в частности. Вот, один из полинезийских языков, на нем еще довольно много людей говорит, такой язык вполне живой. И вот, на языке самоа, такой, наиболее стандартный перевод этого предложения, вот выглядит так, это лутуси на мауа. Видите, в звуковом отношении это очень простой язык, никаких тут хитрых. Ну, вот, может быть, вы ожидаете, что вот это я, это получил, правда, вот это три, а это письмо, да? Вот, ничего подобного, вот, ни одна из этих гипотез не верна. Вот, более того, слова я здесь вообще нет, его и не должно быть. Значит, буквальный перевод здесь примерно такой, вот, делается тройным письмо, которое было получено. Вот, вот, дело в том, что вот, в этих языках порядок слов, как раз такой же, как в арабском и берландском, в начале там идет глагол. Ну, может, вы хотите сказать, что в начале глагол получить должен быть, ничего подобного. Глаголами в языке самоа являются числительные. Значит, в этом языке числительные являются глаголами. Вот, ну, такие глаголы, и более того, это единственный способ сосчитать предмет. Значит, вот мы, опять же, считаем, что такая особая часть речи, несуществительная, да, неприлагательная, а у них числительные, это такие глаголы. Ну, какое значение? Имеется, существовать в количестве трех. Ну, вот сказать, троиться. Вот, почему нет, собственно. Если есть там глагол лежать, почему не может быть глагол, или принадлежать, например. Почему, или, вот почему, если есть глагол принадлежать, почему не может быть глагола существовать в количестве трех? В каком-то смысле, это даже очень логично, это же свойство предмета. Его количество, это свойство предмета, а свойства называются глаголами. Вот мы получаем такой толу, вот толу это три, ну, а на самом деле, это иметься в количестве трех, вот так сказать, строиться, делаться тройным. Значит, ну, вот дальше идет подлежащее письмо, вот кто, так сказать, значит, а это такое вот относительное предложение, которое получено, значит, глагол ма это получать, значит, ма это пассивный залог этого глагола, вот, троица письмо, которое получено. Здесь еще два маленьких словечка, э и на. Это грамматические показатели. Грамматические показатели, даже трудно сказать чего, потому что в русском языке нет такой грамматической категории. Ну, в таких, в европейских грамматиках скажут, что это показатели времени, но это не время. Может быть, точнее сказать, что это показатели глагольного вида, но это, конечно, не такой вид, который в русском языке. Вот это такие специальные глагольные показатели, ведь они при глаголе, вот, и они являются частицами отдельными, не суффиксами, не префиксами, как мы привыкли. Значит, это показатель указывает на то, что действие происходит в данный момент, ну, и вообще все. А вот, а это значит, что действие предшествует, вот, то есть письмо было получено раньше, в некоторый момент, это попытка, вот, передать русское прошедшее время, и вот оно имеется в количестве трех. Значит, вы спросите, где же тут я? Мы же хотели, вроде бы, перевести с русского. Нету, но любой носитель само поймет, что речь идет, что он говорит о себе. Вот, правильный способ говорить о себе, это себя не называть. Вот, причем, заметьте, здесь нет, скажем, множественного числа, как в русском, три письма, потому что, ну, и так ясно, вот, собственно, тусы, это и письмо, и письма, вот, и так ясно, сколько их, вот, ну, то есть, видите, различий много, вот, давайте к сумме, то ли это глагол, а не числительное, он при этом в начале предложения, но это даже нас уже не удивляет, это мы считаем нормальным, значит, при существительном нет показателей числа, при глаголе нет показателей лица, значит, лицо по другими средствами, и все грамматические показатели, которые едут, это такие частицы, которые так довольно свободно гуляют по предложению, вот, ну, вот, видите, вот, а как, вот это еще далеко не самый экзотический пример, но хорошая иллюстрация того, как, в принципе, человеческие языки могут отличаться, вот, представьте себе, что язык само исчезнет, а эта перспектива вполне вероятная, ну, сколько на этом острове людей, начнут они говорить по-английски, там, не завтра, так через два поколения, вот, представьте себе, какую колоссальную информацию мы потеряем, вот, наше представление о человеческом, вот, здесь фактически погибнет целый мир, вот, с таким, не знаю, потому что язык такое окно в мир, вот, если бы мы этого не знали, мы бы очень много не знали вообще про устройство человеческого сознания, психики, культуры, восприятия мира, ну, огромного количества всего, поэтому, конечно, сохранение, изучение, вот, проникновение в эти механизмы, оно не просто важно, это неотложно важная задача гуманитарных наук, вот, поэтому, вот, надо бросить землероик, и срочно заняться спасением исчезающих языков, они гораздо важнее, хотя, конечно, мы с вами против землероик ничего не имеем, безусловно, их тоже надо спасать, всякое разнообразие, это благо, но разнообразие языков, это жизненно важная для человечества вещь, вот, ну, и последний пример, как раз, уже мы подходим к концу, значит, вот, в русском языке есть три глагола, ну, их, на самом деле, больше, вот, такой ряд, зарезать, загрызть за души, мы говорим о печальных вещах, исчезают, тоже, такие, брутальный ряд глаголов, значит, ну, понятно, как они устроены, значит, у них есть корень, который обозначает некоторый способ воздействия на объект, вот, механического воздействия, есть приставка, одна и та же, которая обозначает, что это воздействие доводится до некоторого экстремума, ну, приводит в данном случае, вот, к такому результату, много там, замучить, и прочее, и прочее, вот, это, так сказать, продуктивный ряд, вот, очень просто и логично, что такое там загрызть, это грызть, 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 и довести до, вот, смерти, правильно, вот, значит, за, довести до отвечает приставка, а за, вот, способ этого доведения отличает корень, значит, ну, вот, можно ли ожидать чего-то другого, можно, вот, есть такой язык лохота, это индейский язык, семья индейцев Сиу, Северная Америка, на грани исчезновения находящейся, но в русском больше известен слово Дакота, значит, вообще, лохота более правильное название, вот, если вы помните там песню о Гаевате, Бунина из страны Аджибуэев, из страны Дакотов Диких, ну, вот, Дикие Дакоты, это вот и есть носители языка лохота, современные, значит, некоторое их количество существует, еще очень мало, значит, вот, те же три глагола в языке лохота, вот так вот будут выглядеть, ватта, ята и юта, с предыхательным согласным, вот, жирным же выразилен корень, значит, не правда ли, странно, что корень-то тут один и тот же, вот, а вот приставки, вот они, разные, то есть, ровно наоборот, чем в русском, корень тут один, а приставки разные, то есть, с точки зрения языка лохота, здесь другая логика, значит, если в русском у нас, вот, причинение смерти, это приставка, а корень, это способ, то язык лохота, ровно наоборот, корень выражает идею смерти, та, это умереть, А приставка выражает способ, так называемые инструментальные приставки. Явление очень интересное, хорошо описанное для как раз Тихоокеанского. Значит, ну вот приставка «ва» означает чем-то режущим, чем-то острым. Вот приставка с таким значением «чем-то острым». Нам не придет в голову, что приставка может такое значить, если мы опираемся на русский, английский, какой угодно. А между тем, вот языки такие есть. Я, значит, ртом или зубами, приставка, напоминаю, это такая приставка. И Ю, значит, сжимая руками. То есть вот приставки издают способ причинения смерти. Значит, результат одинаковый. Вот, простите, значит, загрызть и адха, значит, одно и то же. Но пришли к этому результату мы совершенно разными путями. Вот понятно, какими. Вот тоже очень хорошая иллюстрация того, вот, какими, значит, вот, задача у человеческих языков одна – выразить наши мысли. А вот пути очень разные. И вот, опять же, представьте, что язык лохоты исчез. И мы никогда не узнаем, что вот такие структуры человеческого мышления в принципе возможны. Вот потерять это было бы очень жалко. Ну вот, поэтому, я думаю, что пора заключать. Собственно, вот я немножко представил суть задачи, ценность лингвистики, теоретической лингвистики, более точно, лингвистической типологии. Это одна из важнейших представителей современного гуманитарного знания. Для очень многих задач, вещей она важна. Значит, вот она, вот, наиболее, и это очень, так сказать, социально и культурно значимая деятельность. Вот, сохранение, поддержка, развитие языкового многообразия. Вот, иногда, мне кажется, что, может быть, ничего более важного нет. Вот, если мы с этой задачей сумеем справиться, то, как все остальные аспекты нашей жизни, многострадальные, тоже, может быть, встанут на места. Вот, в книжке я про это не написал, но вам сообщаю по секрету. Ну вот, собственно, на этом, наверное, мы могли бы закончить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!